Если вы там заметили, стены разрушаются, понимаете? Их надо, чтобы сохранить, надо их отремонтировать. Как их надо было отремонтировать? Мы начали разработку рудника, из которого сделали нашу церковь. Мы нашли этот туф. Мой брат купил почти на миллион долларов, камни обрабатывающие, которые режут эти глыбы, технику накупил. Почему он потратил около, я не знаю сколько там, ну пускай будет около двух миллионов или полтора миллиона, чтобы именно вот этот туф был, с чего построена церковь. И он начал, почему? Он мне объяснил, говорит, ты понимаешь, если бы я не сделал, стены бы рухнули. Изначально стена была. Стены не было. Вообще не было. Значит, я вам скажу, в 1961 году мне было 10 лет, моему было, брату старшему, 12 лет. Мы приехали сюда. И после этого каждый год мы приезжали сюда. Естественно, мы поднимались сюда. Здесь, кроме церкви, ничего не было. В этой церкви я пел. И тогда я понял, что у меня очень красивый голос, кстати, в аптечках. Я даже в консерватуре поступал. Меня приняли, но я перестал, потому что понял, что певцы мало зарабатывают. Благотворительностью не сможешь заниматься. Потом, знаешь, что я хотел сказать? Вот так, да? И мы все это, я наизусть помню, с детства, это запечатлилось. И мой брат вот тогда, когда мы были с детьми, он сказал, я здесь все преобразую. Изначально были, но не с 13 века. Постепенно народ тоже что-то делал. Во время Советского Союза никто, церковь, из церкви делали хлебы, да? Держали там зерно и так далее. Здесь такого не было. Но никто восстанавливать не имел права. Но в 87-м году Генрих Паусян, по-моему, тогда был первым секретарем, он дал разрешение, начали восстанавливать эту крепость. Может быть, там какой-то клык был. Может быть. Во что я не верю? Потому что везде цемент. Вот что я не смотрю, везде цемент. Понимаете? Цемента тогда, я думаю, вообще в нашей деревне цемент привезли в первый раз в 70-м году. Может, я ошибаюсь на 5 лет. То есть в 75-м году привезли. Насчет ЮНЕСКО – это вранье. Почему? Если стены, как таковой, не было, она построена в 1987-м году, о каком ЮНЕСКО мы можем говорить. И если на территории церкви, за оградой, понимаете, этой стены, находится здание, которое было построено, но это уже никто не отрицал, да? Такое. В 1998-м году. И ЮНЕСКО на это закрывает глаза. И с левой стороны, построено в 2007-м году, ЮНЕСКО опять закрывает глаза. Но вот за счет стены они слишком стали переживать. Вы заметили, что внутри мы не собираемся облицовывать. Почему? Потому что там уже не надо. Стена, если рухнет, она рухнет не вовнутрь, а снаружи она. Внаружи, да, там. Теперь, вот кому это выгодно, почему они не хотят? Здесь очень такой, как вам сказать, самый несложный вопрос. Любой корреспондент, который подойдет, и они начнут читать лекцию, что это Хасан Джалалян, тогда он уже знал секрет формулы цемента и начал восстанавливать эту церковь, понимаешь? То есть стену, начал строить эту стену, да, и вот они изуродовали тем, что они взяли итальянский мрамор и начали его забивать. А вы спросите, кем работает его супруга? Чем она занимается вообще? С чего вообще это все идет? Я думаю и надеюсь, что наш паркет в Сарпазан, он святой человек и он честный человек. Если чем кажется, мы умеем верить в вас, то мы не можем верить в вас, то мы не можем верить в вас. Вплоть до того, что он сказал, если так они делают, я вообще в Карабах больше приезжать не буду. И ничего делать я не буду. И потом он еще сказал такую фразу, что пока эти люди перед ним не извинятся, он ничего просто делать не будет. Какие люди? Абсолютно. Вот те, кто этот кипиш поднял. А кто это? А кто это? Вы же прекрасно знаете, откройте интернет, там написано. Три фамилии. Все, три человека. Три фамилии? Да. Ахсак, или хантрумэнгдук Ахсак. Да. Я с чем узывался. Когда он восстанавливал, не знаю, что там внутри, да, кто-то опять сказал, у меня есть проект, это Сарпазан вам расскажет. И он сказал, это нам сделал кто-то бесплатно. Если вы хотите его усовершенствовать бесплатно, то давайте делайте. Человек сразу отказался. И отошел. Это та же самая бригада. Просто они, когда увидели, что там денег нет, они сразу отошли. Но здесь они почувствовали, знаешь, что можно наживиться. Я так думаю. Это мое личное мнение. Я никого не хочу осуждать. Осуждает суд. Это даже эгэля. Ильян, чейнкаря, мэна, йо-тау-тары. Это ильян, саркацин, из глины. Я вам точно говорю. Из глины дом может простоять, да? Ну, пускай самое большее, если хорошо сделанное. Ну, пускай сто лет. Если от чая изумался, и Махпирид, что от Иван Тагаева. У него был инсульт, он очень тяжелый инсульт перенес. И сейчас он в Париже лечится. Понимаете? Ему каждое вот это, что вы печатаете, да? Это очень сильно бьет по его здоровью. Я его прекрасно понимаю. Я бы, я бы, сейчас набрал бы 20, 150 человек. Все, что я сделал, я бы оплатил и все бы оторвал. Все отсюда вывез и ни копейки бы, ничего бы. Не тратил бы ни на кого. Мы говорим, что это с аркием, если говорят, что мы говорим, что мы говорим, что мы говорим. Вот это пугай, что мы говорим. Нас потом оценят. Вот когда нас не будет, да? Вот когда вот эту стену, если я не сделаю, она рухнет, да? Вот тогда нас будут любить, вспоминать и говорить. Но это после нашей смерти. Когда Хасан Джаваля построил эту церковь, многие, может быть, его поклинали. Я не знаю, может быть, да? А сейчас мы гордимся.